Концентрирует на границе с Приднестровской Молдавской Республикой военные силы. Об этом заявила министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Нина Штански. Что это означает? Возможен ли там большой вооруженный конфликт? Об этом мы сегодня говорим с политологом Сергеем Михеевым, гость нашей студии. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Ну вот Приднестровье в последние дни в топе, что называется, информационных сообщений. На самом деле все опасаются, что там действительно может начаться война. Как вы полагаете? По крайней мере, те приготовления, которые происходят с украинской стороны, они об этом свидетельствуют. Есть риск того, что украинские власти, может быть, с подачи американцев, ну, скорее всего, по крайней мере, не без консультации с ними, решили организовать еще одну горячую точку для России, при этом поставив Россию в крайне сложное положение. Потому что, если на Донбассе можно обсуждать, есть российские войска, нет российских войск, так сказать, никто их не видел, одни утверждают, что они там есть, я имею в виду, киевские с той стороны, другие, что их нет, то в Приднестровье невозможно будет не втянуться российским войскам. Там находятся российские войска в качестве миротворцев, и в случае вооруженного конфликта они неизбежно втягиваются в эту ситуацию. А если учитывать, что Запад слышит только версию Киева, то вот мы и получим, так сказать, прямое участие российской армии в конфликте на Украине. То есть, во-первых, создать очередную точку для России, причем крайне сложную, потому что известно, что Украина отказывается выполнять, ну, денонсировала соглашение по поводу снабжения этих войск со стороны России. И на этом фоне еще больше усилить давление на Россию, еще больше построить ее с Европой, а заодно создать там дополнительный очаг напряженности для, может быть, более прямого вмешательства американцев. И это исключать нельзя. То есть, грубо говоря, то, что это является точкой шантажа, это уже реальность. Ситуация вокруг Приднестровья уже становится рычагом давления на Россию. Она уже стала вот этой точкой шантажа, которая находится в руках Украины и американцев. Это уже совершенно очевидно. Перерастет ли это во второй очаг конкретной войны? Пока трудно сказать. Потенциально может перерасти. Но, видимо, пока будем держаться в Киеве. Мы все время говорим о Киеве, Вашингтоне, Киеве, Вашингтоне. Но, как бы, давайте не будем забывать про Кишинев, Бухарест и Брюссель, как минимум. А Европе-то это зачем? Кишинев, Бухарест и Брюссель, это все, как бы, не более чем ширма. Зачем Европе? А зачем Европе надо было, так сказать, затевать войну в Югославии? Если хотите, давайте откатаем назад. Я считаю, что Европа абсолютно самостоятельна. Ее несамостоятельность сформировалась после Второй мировой войны. И в тот момент, когда она была поделена на две зоны оккупации, так сказать, скажем честно, на англо-американскую или американскую и советскую, все было понятно. Сейчас, по сути, англо-американская зона оккупации расширилась на территорию советской. И ничего в этом смысле не изменилось. Европа абсолютно зависима, даже отчасти юридически. Там та же Германия, все эти рассказы про канцлер-пакт, так сказать, и все эти вещи. Я так понимаю, что это имеет серьезное отношение к действительности. Но, по крайней мере, огромное количество американских военнослужащих на территории Европы, они не могут дать Европе возможность быть совершенно политически свободной. Поэтому Брюссель, Бухарест, тем более Кишинев, это все не более чем ширма. Вот война в Югославии, зачем нужна была Европе? Это был американский проект. Что Европа от этого получила? На мой взгляд, ничего. Вообще ничего. Но кто-то спрашивал эту Европу? Нет, она послушно втянулась в эту войну. Она как бы в ней участвовала и так далее, и так далее. И, кстати говоря, это были впервые боевые действия на европейской территории с момента окончания Второй мировой войны. И сейчас то же самое. Я не вижу этой самостоятельной Европы, которой мы все время апеллируем. То, что мы апеллируем, это правда. Да, действительно, надо тоже пытаться разделять и властвовать. Это правильно. Но пока никакой особой самостоятельной позиции я не вижу. Тем более, что в Приднестровском конфликте опять будут задействованы ближайшие сателлиты американцев, которые вообще не самостоятельны. Молдавия и Украина, с ними все понятно. Румыния, честно говоря, это не та страна, которая играет в самостоятельную политику. Тем более, что ей совершенно четко дают понять, вы получите в итоге, фактически получите Молдавию, ну и заодно и Приднестровье. Другое дело, что это, конечно, обоюду острая ситуация. Потянет ли та же Украина войну на два фронта. Но она, видимо, рассчитывает, что она не одна будет. Ну, может быть, но не факт. Знаете, Саакашвили тоже рассчитывал, что он будет не один. А когда дело пошло не так, как хотелось, казалось, что он один. В результате сейчас его перекинули в Одесскую область, что, кстати, имеет прямое отношение к Приднестровью. Несомненно, Саакашвили при всей своей комичности внешней является очень удобным инструментом. Он такой мастер провокации. И, в принципе, то, что он сделал в Южной Осетии, то же самое может произойти и в Приднестровье. Одесская область является воротами Приднестровья во внешний мир. Это, по сути, экспортные и импортные ворота, через которые все эти годы шел серый импорт и серый экспорт в Приднестровье, за счет которого Приднестровье жило, а заодно за счет этого жила достаточно большая прослойка и одесских местных чиновников. На этом кормилась таможня, на этом кормилась погранслужба, СБУ одесская и так далее. Это ни для кого не секрет. Это целый ряд, так сказать, криминальных группировок, связанных со всеми этими вещами. То есть, грубо говоря, с этого экспорта и импорта постоянно платилась дань. И, кстати, именно поэтому Саакашвили одной из приоритетных целей своей заявил о том, что он займется таможней в Одесской области. А это связано, несомненно, и с Приднестровьем в том числе. Поэтому, да, Приднестровье может стать той точкой, которая будет крайне опасна. Но, еще раз говорю, это может оказаться обоюдоостром и для Украины. Я не исключаю, что, в принципе, здесь американцы смогут, но действительно готовы пойти до конца и пожертвовать Украиной вообще. То есть, они просто разменяют ее в этой игре. Да, пожертвовать Украиной, пусть она воюет на два фронта, пусть хоть на три фронта, лишь бы они добились своих целей, скажем, изоляции России, полного разрыва отношений между Россией и Европейским Союзом, окончательное, в том числе экономическое, так сказать, загабаление той же самой Европы, или притягивание ее к себе в экономическом плане, ну и так далее, с далеко идущими последствиями и прочее, прочее. То есть, в этом смысле, Украина для них это поле для экспериментов. То, что сейчас происходит вокруг Приднестровья, это только доказывает. Потому что, когда мы говорили о Донбассе, да, можно было спорить, потому что в Киеве говорили, нет, у нас был Майдан, революция достоинства, а вот вы, так сказать, мерзкие русские, взяли, вторглись своими танками в нашу незалежную Украину, и поэтому все это получилось. Но вот Приднестровье, здесь никто никого не провоцирует. Но напряженность вокруг этого провоцируется именно украинскими властями и именно с подачи американцев. Может быть, вот вина Приднестровья как раз в том, что неопределенный статус Донецкой и Луганской республик, да, как пример, они могли бы взять ПМР. И по этой схеме существовать какое-то количество лет, может быть, даже и мирно. И поэтому никому не нужна мирная Приднестровья. Поэтому и конфликт там, ну, должен быть, нужен просто, кровь из носа. Я не верю в то, что Донбасс, Луганск и Донецк могли существовать мирно. Я считаю, что, может быть, я заблуждаюсь, я считаю, что американцы с самого начала хотели устроить войну на Украине именно с теми целями, о которых все говорят, да. Но смотрите, об этом говорит, ну, вся хронология событий. Например, тот же самый Майдан. Не было вовсе никакой прямой необходимости обострять ситуацию до кровопролития. Не было этой необходимости. Она была обострена умышленно, причем, насколько я понимаю, по совету американцев. Дальше. Февральские соглашения. Янукович уходил, и мы на это соглашались. Москва согласилась на уход Януковича при подписанном соглашении. Они фактически это соглашение выбросили в мусорный ящик и устроили реальный переворот. Причем именно в те дни погибла вот эта небесная сотня и так далее, и так далее. Кровью которой потом оправдали многие вещи. Дальше. Крым. Действительно, поход на Крым готовился. Я думаю, что американцы хотели развязать вот этот погром в Крыму. Там неизбежно втянуть российские войска с баз Черноморского флота в прямое противостояние. И тогда было бы совершенно очевидно, что Россия не отвертется. Вот там бы российские войска точно уже воевали бы с Украиной. Это стало бы поводом для целой цепочки событий. Но там их удалось опередить на один шаг. И тогда было принято решение все равно начать войну. Но где еще? Вот на Донбассе это самое подходящее место. Потому что, насколько мне известно, были возможности договориться в Донецке и Луганске. Не было там такой безальтернативной ситуации. Здесь я немножко, может, огорчу романтиков Новороссии. На самом деле была возможность договориться и с местными элитами, и с неместными, со всякими разными. Но именно Киев поставил вопрос настолько жестко, что о договоренностях речи не было. Именно они привели дело к кровопролитию. И у меня такое ощущение, что именно Турчинов и компания Порубий, перед ними такое ощущение, что была поставлена задача не договориться. Была поставлена задача все-таки войну, которая не удалась в Крыму, начать на Донбассе. Там много разных всяких, понятно, закулисных событий происходило. И с одной стороны, и с другой стороны. Но, тем не менее, если немножко подняться над тактическими маневрерами, стратегически, я думаю, что была поставлена задача начать там войну. Ну вот как-то видна такая режиссерская рука. 7-8 июня саммит G7. Даже пошли разговоры о том, что, может быть, непонятно в каком качестве, непонятно в каком формате, но представители России могли бы там быть. И тут Маринка, и тут Приднестровье, и тут, пожалуйста, получите. Ну, нынешнее это обострение вообще прогнозировалось. Раз в конце июня должны быть вопросы обсуждаться о продлении там или ужесточении санкций, нужно был соответствующий фон. Евросоюз в этом смысле сделал себя заложником своих же заявлений. Он сказал, что санкции будут отменены тогда, когда будут соблюдаться Минские соглашения. Поэтому для тех, кто не хочет, чтобы санкции отменялись, что надо делать? Надо создавать картину того, что Россия нарушает Минские соглашения. Поэтому мы имеем нынешнее обострение, на фоне которого санкции будут продлены. Я в этом абсолютно уверен. Год назад таким фоном был сбитый Боинг. И вот эта эмоциональная волна, страшная Россия, Путин, страшные ополченцы, которых он поддерживает, они сбили мирный Боинг, там погибла куча людей, вот вам игрушки окровавленные и прочее. По Боингу что происходит, мы не знаем. Давайте честно скажем. Независимо от того, как относиться к России, можете по-любому относиться. Но если бы были прямые доказательства причастности России, давно бы влепили нам прям в самый носок. Их нет, судя по всему. Часть материалов засекречена. История как бы длится уже целый год, ничего не ясно. Значит нужна новая история, которая создаст фон, чтобы никто не мог сказать, что Россия соблюдает Минские соглашения. А так как на Западе слышат только киевскую версию, то это сейчас и происходит. Киев на Запад что транслирует? Что опять страшная Россия и ее ополченцы, террористы нарушают Минские соглашения. Все, значит 30 июня, когда будет обсуждаться вопрос санкций, их надо продлевать. Хотя я думаю, что санкции будут продлеваться в любом случае, ну как минимум до выборов в Госдуму. Потому что на самом деле, конечно, американцы не рассчитывают, что санкции обрушат российскую экономику. Это невозможно. Россия слишком большая страна и экономика слишком большая, чтобы ее могли обрушить санкции даже Евросоюза. Полные блокады они создать не могут, а санкции Евросоюза не могут обрушить. Они рассчитывают на ухудшение экономического положения, которое должно вызвать протестный взрыв. Например, как реперная точка к выборам в Госдуму. Поэтому до выборов в Госдуму вообще забудьте. Мы можем вообще идеально себя вести, санкции все равно будут. А если на выборов в Госдуму ничего не произойдет такого особого, то и дальше они будут продолжены. Потому что американцы рассчитывают на то, что ухудшение экономического положения постепенно все равно приведет к росту протестника. Отчасти это и происходит. Отчасти в некоторых регионах это наблюдается. Оно как бы напрямую с украинскими событиями не связывается. Но протестник есть, он где-то, так сказать, местами растет. Американцам, в принципе, все равно, как это мотивируется в головах людей. Их это не волнует. А люди, у которых растут протестные настроения, они могут там и американцев считать своими врагами. Это не имеет значения, на самом деле. Имеет значение, чтобы, так сказать, ситуация потихоньку накалялась, накалялась, накалялась. Именно на это они рассчитывают. А когда нам говорят, что вот смотрите, американцы столько лет блокировали Кубу и ничего не получилось. Или Иран и ничего не получилось. Куба и Иран это скорее исключение. А так-то, на самом деле, американские санкции действительно могут накалить обстановку и вполне могут ухудшить социально-экономическое положение. Я думаю, что они на это рассчитывают, а потом им торопиться некуда. Ну, год. Нет, у них 16-й год и с нерешенным украинским вопросом входить в выборы, наверное, тоже не очень приятно. Ну и что? Тем более демократам. Ну, демократам не очень приятно, но в данном случае это такой вопрос, который они могут все время списать на злого русского медведя. Они Путина поэтому и демонизируют, для того, чтобы сказать, у нас все вопросы решены, кроме Путина. Но вы же понимаете, это Путин, это русский и так далее, так сказать, да. А республиканцам, наоборот, хорошо. И все-таки надо понимать, что это демократам плохо, а республиканцам хорошо. Они могут влепить демократам в нос на выборах, что а вы не решили эту проблему со страшным Путиным. Вы же говорите, что он страшный, так сказать, и не решили эту проблему, а мы сейчас ее решим. Поэтому это палка о двух концах. Вот так называемое наше либеральное крыло, да, она очень полюбила мем, просыпается там некто и говорит, что там у хохлов. Но на самом деле нам не безразлично, что происходит на Украине. И вот в этой связи давайте поговорим немножко о Михаиле Николаевича Саакашвили. Вот вы уже сказали его роли, которая могла бы быть сыграна в конфликте с Приднестровьем. Но есть такая версия, что якобы он должен решить некие задачи, правительство Юценюка уходит в отставку, на него вешают все. И экономику, и провал АТО, и так далее, и так далее, и так далее. И Саакашвили становится новым премьером Грузии. Возможен вариант? Возможен абсолютно. Это бы логически завершило бы картину внешнего управления. В конце концов, они внедряют этих чиновников уже сейчас на наиболее, так сказать, как им кажется, важное направление. В конце концов, действительно, американские спецслужбы очень плотно работают по всей территории Украины. И доказались в этом масса. И, в общем, они не доверяют украинцам. Давайте скажем честно. Вот к вопросу об отношениях Украины с Европой и Западом. Ну, это вот как наивные дети. Им навешали лапши на уши, теперь, так сказать, их вот так вот возят морды по столу. И говорят, а вы не можете. Вы, ребята, неплохие, так сказать. Только и дальше есть продолжение нецензурное. Так вот, вы, ребята, неплохие, но недоросливые. Вы все равно недочеловеки. Поэтому пока управлять вами будем мы. Или, по крайней мере, наши люди. И вот украинцам, мне кажется, было бы очень неплохо это понять. Та власть, которая находится сейчас на Украине, несмотря на весь ее националистический антураж, она, в первую очередь, антиукраинская. Даже если убрать фактор России, убрать интересы России, убрать там злого Путина, так сказать, и страшный Кремль и так далее, вот просто взять Украину, так сказать, в лабораторных условиях, все равно то, что в ней происходит сейчас, разрушает суверенную украинскую государственность де-факто. Независимо от того, по каким соображениям там, из благих соображений или просто по глупости, но разрушает ее. И Саакашвили в этом смысле может стать премьер-министром. А тот закон, который сегодня приняла Верховная Рада по поводу возможности ввода миротворцев на Украину, он может завершить вот эту модель внешнего управления еще и появлением штыков иностранных, которые будут поддерживать это внешнее управление напрямую. Потому что когда говорят, вот это невозможно, потому что нет мандата ООН, доплевать они хотели на мандат ООН, они уже неоднократно обходились без мандата ООН, те же американцы. Да, мандата ООН не будет, потому что у нас есть право вето в Совбезии, это правда, потому что в Совбезии есть еще Китай и прочее. Но они могут обойти эту вещь, они могут создать видимость легитимности, например, через легитимацию там ОБСЕ, или там НАТО, или там Евросоюза какого-нибудь и все. Или еще что-нибудь в этом роде придумают. Главное, чтобы там было несколько подразделений из разных стран, я скажу, что это международная коалиция, выполняющая миротворческие функции, и введут иностранные войска, это уже будут не наемники, это разные вещи, наемники и войска, это будут регулярные иностранные войска, могут быть, которые будут миротворцами, и для этого создается вот юридическая база. Вообще, насколько я понимаю, сейчас американцы, которые сильны в юриспруденции, очень активно работают на Украине именно в этом направлении. Посмотрите, они системно меняют законодательную базу, например, они убивают все основания, юридические основания для возможного возобновления нормальных отношений с Россией, уничтожают вот эти все соглашения о сотрудничестве в тех сферах, в этих сферах и так далее, а заодно создают новую юридическую реальность, которая может закреплять внешнее управление. Ну, генеральное соглашение не денонсировано, так или иначе, оно остается, грош цена ему, наверное, теперь. Ну, сейчас, например, Саакашвили придет и денонсирует, так сказать, со вкусом денонсирует. На него это можно будет повесить, в случае чего искать, ну, вот Саакашвили. Ну, понимаете, какая вещь, и мне действительно это интересно, я хочу это сам понять, там, 15 июня, да, Украине нужно выплачивать огромный транш по внешним долгам, фактически страна должна объявить дефолт, но я общаюсь с друзьями, в том числе, которые мне говорят, слушай, ты поезжай в Киев, там все хорошо, там цветут каштаны, там работают в кафе, там прекрасные киевлянки, девушки ходят, кинотеатры, клубы, все здорово. Ребята, о чем вы рассказываете? Это все плохо у вас. Ну, ладно, пусть у нас все плохо, у нас злой Путин. Почему они думают, что у них все хорошо? Это действительно такой зондаш, зомбирование, это промытые мозги? Или мы не видим картину? Не, картина, она, как обычно, так сказать, действительно, она где-то посередине находится. И картина вот какая. Действительно, с точки зрения государства, дефолт на Украине буквально вот на пороге. Но другое дело, что дефолт, он ведь тоже, это акт политический. Например, лицуник не может объявить дефолт, потому что дефолт, это будет означать его личную отставку. Да, и для него это будет личный крах полный. Поэтому он будет вот до конца просто вот упираться и не будет объявлять дефолт. Может быть, и Запад не заинтересован в дефолте Украины, потому что это тоже вопрос политический. Это будет означать, что вот эти прекрасные люди, пришедшие с помощью Запада год назад к власти на Майдане, обещавшие процветание, довели за год страну до дефолта. Поэтому они могут с этим дефолтом тянуть сколько угодно долго. Но при этом казна-то пуста. Что касается Киева. Киев, как обычно, как и любая столица, это отдельная песня. Там крутится довольно много денег, в том числе и серого, какого-то черного характера. Поэтому определенная прослойка людей, она может жить более-менее нормально. Что касается каштанов, они цвели и в 41-м году. И в 42-м тоже цвели и будут цвести до скончания века. С девушками тоже все понятно, как бы это к политике и к дефолтам не имеет никакого отношения. Они как бы занимались своими делами, так и будут заниматься. Тут может быть 500 тысяч дефолтов, так сказать, это не имеет никакого смысла. И опять же, здесь, вот почему я, например, не очень люблю интернет. Интернет создает виртуальную реальность, причем она может быть любого рода. Общение с людьми в интернете, блогерами и прочее, прочее, не дает реальной картины мира. Не дает. Очень часто это срез мнений достаточно ограниченного слоя населения. Причем очень часто, очень специфического. Потому что, давайте скажем честно, политически активный интернет – это особые люди. Это люди из политической или околополитической тусовки, они практически всегда заангажированы. И это их мнение является важным, интересным, но не является объективным срезом ситуации. Поэтому объективный срез ситуации – это что-то среднее между нашими разговорами о полном провале и их разговорами о том, что все хорошо. Что все хорошо – это мы сегодня слышали из речи Порошенко в Верховной Раде, который такое впечатление, что это была передача «Приходи, сказка», где он рассказал, что все прекрасно, вообще все абсолютно. Да, если не считать, что он 15 раз упомянул Россию и строго в негативном. Да, так вот, хорошо все вообще абсолютно, кроме гадкой России, которая оказалась соседкой Украины. А так вообще все просто шоколадно. Ясно, что и это к реальности не имеет ни малейшего отношения. Потому что, действительно, в финансовом отношении крах, инфляция невероятная. Вот у нас часто, вернее, киевские оппоненты часто любят сравнивать гривну и рубль. Слушайте, рубль действительно подешевел. С 30-35 до 60, сейчас до 50 с чем-то рублей. Но гривна-то обвалилась раза в 3. У гривны-то гораздо хуже дела обстояли в определенный момент времени. Гораздо хуже. Золотовалютные резервы вообще ни в коем сравнении не идут. Экономика исчезает целыми кусками. Огромные заводы останавливаются и все. Что будет с этими людьми через год-два, вообще никто не знает. Поэтому ситуация в экономике плохая. Но Киев при этом может еще довольно долго сидеть в кафе, любоваться девушками и каштанами и так далее. Это не будет показателем. Эмиграция из страны невероятная. Если в процентных отношениях посмотреть, причем в том числе в Россию. Они говорят, мы считаем, что все эти люди сбежали от антитеррористической операции. Они говорят, что это не так. Но есть факты. Действительно, миллионы людей покидают Украину и, судя по всему, без особого желания возвращаться. Причем в оба конца. И в Россию, и в Европу. В Европе огромное количество украинцев сейчас. Без визового въезда нет, но они уезжают по визам. Вот и все. Это серьезный показатель. И на этом фоне Порошенко говорит, а мы доведем армию до 250 тысяч и больше. К чему он ведет дело? Смотрите, простая вещь. Те, кто успел уехать, уехали. Их отношение к происходящему событию все равно негативное. Они могут при этом и Россию не любить или ненавидеть. Но они не хотят участвовать в войне. А остальных, кто остался, активных мужиков, сгонят в армию. В итоге, в свободном остатке вообще не будет людей, грубо говоря, активного мужского населения, способного на какие-то социальные действия. Значит, 250 тысяч или 300 тысяч в армии под ружьем, под погонами. Хочешь, как хочешь, ты человек подневольный. Несколько миллионов уехало в Россию. Видимо, несколько миллионов уехало уже и в Европу. Наиболее активная головка сопротивления по тысяче в каждой из областей просто сидит. Кто остался, а и бы сидели на трубе? Кто остался? Никого. Все, тишина. И в этой ситуации можно делать все, что хочешь. Можно распродавать предприятия. Можно рассказать любые сказки про то, как там все происходит. Что злой Путин всех душит. По крайней мере, на несколько лет этого хватит. А если еще Запад будет подкидывать, в принципе, там, по несколько миллиардов каждый год, можно продержаться. А там, так сказать, посмотрим, как говорится. Или Ишак сдохнет. Или Падишак. Да, наоборот, или Падишак сдохнет, так сказать, или Ишак заговорит. Спасибо, Сергей Александрович. Действительно, непонятно, что происходит. Понятно только то, что действительно санкции с нас, видимо, никто не снимет. Но мы уж как-то научились жить с ними. Думаю, что ничего страшного в этом нет. Спасибо. Всего доброго.